всем привет сегодняшнем видео мы будем вместе с вами делать томатные соки на зиму и меня очень часто спрашивают нужно ли как-то или чем-то мыть банки конечно же банки обязательно нужно мыть я это делаю пищевой содой и чистой губкой также в обязательном порядке нужно стерилизовать наши банки я это говорю в каждом своем видео для того чтобы меньше было этих вопросов но все равно их задают мы стерилизуем банки на пару вы можете сделать это так как вы привыкли в микроволновке в духовке на пару как угодно любым удобным для вас способом но банки должны быть простерилизованы также нам обязательно нужно простерилизовать и крышечки которыми мы будем закатывать наши банки итак что же нам понадобится чтобы приготовить томатный сок на зиму ну первую очередь конечно же помидоры помидоры желательно чтобы были крупными и очень очень мягкими тогда сока из них будет больше обратите внимание что на один литр сока уходит примерно кило двести томатов ну а дальше уже подсчитывайте сами сколько вам нужно томатов для того чтобы приготовить нужное количество сока один литр томатного сока кило 200 помидор и конечно же соль соль по вкусу на ваше усмотрение если вы вообще будете ее добавлять можно не добавлять мы немножечко всегда добавляем подсаливаем наш сок и еще мне понадобится болгарский перец для чего я вам в ходе расскажу это опять же не обязательно вы можете обойтись без него но мы добавляем все овощи естественно мы тщательно промываем просушиваем и сейчас будем заниматься их подготовкой значит для чего нам нужен болгарский перец дело в том что мы любим его привкус в томатном соке но не так чтобы прям сок выдавливать болгарского перца нет мы просто добавляем несколько кусочков в каждую баночку к томатному соку для этого мы берем перчик очищаем его от плодоножек и семян и разрезаем на небольшие кусочки что же в свою очередь мы делаем с нашими помидорами мы их режем на кусочки на дольки вырезаем плодоножки и обязательно вырезаем подпорченные места если они у вас есть разрезаем на такие дольки чтобы они хорошо пропустились через соковыжималку потому что сейчас мы будем пропускать наши томаты через соковыжималку шпички это 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 что это 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 Наш томатный сок закипел и теперь нужно в обязательном порядке снять с него пенку. Мы пропустили через соковыжималку дважды наш томатный сок. Сделали, можно сказать, такую двойную прогонку, чтобы как можно меньше было косточек затем в нашем соке. Сейчас мы снимаем всю пенку и будем добавлять по вкусу соль. Соль мы берем неядированную. После того, как вы добавили соль, томату нужно будет провариться еще 15-20 минут. Для перцев у меня закипела уже вода. Здесь примерно 2 литра. Я ее подкисляю уксусом. Беру 9-процентный столовый уксус. Ну, не знаю, ложечки так полторы столовых на глаз. В этой воде мы будем бланшировать перчик. Забрасываем наш перчик в кипящую воду. Для того, чтобы он немножечко проварился в подкисленной воде. Тогда он в баночке с нашим томатным соком не будет бродить, играть. В общем, ваши баночки точно не порвет. И перчик даст очень-очень такой необычный вкус нашему томатному соку. Все, перчик мы будем бланшировать минут 5 и затем шумовкой его достанем. И разложим по баночкам. Баночки с перцем мы заливаем кипящей томатой. Томатный сок мы налили до верха. И теперь просто закручиваем, либо закатываем крышки. Как и практически всю консервацию, томатные соки мы переворачиваем вверх дном. И укутываем чем-то теплым до полного остывания. И вот наши соки уже готовы. Хочу отметить, что из 30 кг томатов у нас получилось 25 литров томатного сока. 12 банок 2-х литровых и 1 литровая баночка. Вкусно, полезно, натурально. Всем и каждому советую. Рецепт будет, как всегда, в инфобоксе под видео. Если вам понравилось это видео, тогда ставьте лайки. И подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. С вами была Лина. Всем вкусных и удачных заготовочек. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok